Всем привет! Только что прибежал с почтой и получил две посылки. Обе, кстати, посылочки с Астаны. Вот в этой посылочке всего один блистер, одна монетка. Всего! Это и для интриги, так сказать. Здесь кое-что более приятное и более интересное. Ну, на всякий случай склеил адреса для того, чтобы все-таки домашние адреса не светить и отправителя, и получателя. Но, тем не менее, начнем мы с этой посылки, а потом, наверное, потом расскажем про вот эти альбомы в следующем ролике, а потом вскроем вот эту вот посылку. Давайте в таком порядке сделаем. Это будут три разных ролика. Я думаю, так будет интереснее, потому что слишком длинные ролики тоже никто не смотрит. Нет у людей времени. Так, вскрываем. Острый-острый нож. Крутой Скарлетт. Английский. Так. Главное не порезаться. Вы помните, да, за сколько в банке продавалась монета Кокбарим инвестиционная? Две унцы. Напишите в комментариях, пока я вскрываю. Вот смотрите. 23-й год. 23-й год. 24-й год еще не поступило обращение, Игорь Павлович. Вы о чем? Вот может быть поступит. Ждем после сегодняшнего нежданчика, который устроил Национальный банк с табличкой. Об этом мы вообще в отдельном ролике расскажем, конечно. Это заслуживает внимания. Так вот, пока я вскрываю, напишите, сколько он стоил. Сколько стоила 5-юнцовочка, да, и 2-юнцовочка, да, по-моему, Игорь Павлович? И 10. И 10. Ну так, просто для разминочки напишите, кто таблички скачивает регулярно, как это делаю я. Я думаю, вы это знаете. Так вот, после того, как поступила в продажу, 5-юнцовочка продавалась в чатах коллекционеров уже за 66 тысяч тенген. И вот я, в частности, взял 2 таких монетки по 66. Я думаю, что они вот здесь, да? Подозреваю, что они вот здесь, судя по размеру. А здесь? А здесь, наверное, ваш, Игорь Павлович, не мое. Все. Объединять посылки, это выгодно. Да, Игорь Павлович уже вот так 2 раза, 3 раза объединил посылки. А мне обещали на халяву. Да, вот-вот ему обещали на халяву, а с меня деньги взяли за доставку. Вот так вот оно всегда и бывает. Ну ладно, мы тут между собой с Игорем Павловичем вопрос решили. Люди не чужие. Ну, подаем пример. Да, ну вот 66. Я взял 2 пятиумцовки за каждую по 66 тысяч. Так вот, по секрету скажу. Как говорится в том стишке. За время пути собачка могла подрасти. Так вот, собачки, а волки это все-таки относится к семейству псовых, собачки очень сильно подросли. И вот я купил за 66 каждого волчонка небесного, пятиумцового. А пока они шли, цена этих волчат уже пишите в комментариях. Хотя, ладно, пока вы пишите в комментариях, я распаковываю. И я вам скажу, скажу, открою страшную тайну, сколько на сегодняшний момент стоит такой вот пятиумцовый волчонок. Посмотрите, как хорошо запечатано. Спасибо отправителю. Отправитель знает кто. Не буду светить его имя. Я думаю, все и так знают. С золотой сотней все прекрасно знают, кто это. Спасибо ему большое за такую замечательную упаковку. Так вот, сейчас пятиумцовочка, вот она перед вами, это моя пятиумцовочка, не Игорь Павлович, а моя. Вот такая вот пятиумцовочка сейчас, на сегодняшний день, уже оценивается минимум в 111 тысяч. Я купил за 66. Посылка была в пути всего несколько дней. Представляете, да? За время пути вот эта собачка успела подрасти почти в два раза. Хотя я купил ее дороже, чем продавали ее в банке. В банке она стоила чуть больше 59 тысяч. Я купил за 66. Плюс заплатил за доставку. Сейчас она стоит уже больше 110-111 тысяч. Это уже зафиксированная цена в чатах, и дешевле ее уже никто не найдет. Есть люди, которые надеются еще приобрести ее, скажем так, за 68, за 69 тысяч. Ну, таких цен уже просто нет. Вот, замечательная одна монетка. Время, деньги. И вот тот самый момент, когда Национальный банк сделал очень много все грамотное, очень грамотно сделал, но кое-чего не доделал. Мы не скажем, чего не доделал. Это будет наш с Игорем Павловичем секрет. Вот и второй мой волчонок. Тоже 66 тысяч я его купил. Ну, посылочка обошлась там в тысячу тенге. Сейчас 111 тысяч. Вот, видите? Два волчонка. Куплены каждый по 66. Сейчас я их даже за 111 тысяч даже очень сильно буду думать, стоит ли мне продавать. Я их, скорее всего, оставлю себе. Одного точно оставлю себе. Вот, делайте выводы. Делайте выводы и те, кто инвестирует в инвестиционные монеты. И, думаю, Национальный банк тоже должен немножко головой задуматься. Но мы не будем в этот раз подсказывать, что надо делать. Пускай думают сами. А теперь посмотрим, что прислали Игорь Павловичу. Я говорю, он прихалявился ко мне, к моей посылочке. По-дружески, по-братски, так сказать. И вот мы достаем его, его ништяки. Вот, смотрите, тоже ништяки хорошо запечатаны. Тоже приходится много резать ножом. Ну, так приятно. Ну, еще бы приятно. Ну, халява и уксус сладкий. Так, а здесь, наверное, двухунцовки. Здесь, скорее всего, я чувствую просто, вот я, я как Ванга. Ванга сквозь, как экстрасенс. Потомственный колдун. Я чувствую, что здесь двухунцовки идут. Смотрите, тут и фольга, и полиэтиленки, и пузырьчики. И чего тут только нету. Ну, вот так вот и надо запечатывать, кстати, чтобы оно доходило. Кстати, это законно. Для тех сотрудников Коспочты, которые думают, что отправлять монеты незаконно. Законно, если отправляешь посылкой, либо ценным отправлением. А вот здесь вот миллионерство Игоря Павловича. Я угадал. Тут двухунцовки. И смотрите, тут целых четыре штуки. Помните предыдущий ролик, да? Засколько двухунцовки на аукционе в клубе Карагандинском ушли. Ну-ка, вспоминайте, пишите в комментариях. А Игорь Павлович, угадаете, за сколько приобрел? Пишите. Пишите в комментариях. Обязательно снимем ролик. И не дешево, причем не дешево. Да, при том Игорь Павлович переплатил выше банковской цены. Вот четыре двухунцовки, которые он приобрел. И вот тоже собачки за время пути успели весьма подрасти. Причем это только с Астаны. Да, с Астаны все пришло быстро. Спасибо отправителю. Мы ему отдельно напишем. Ну, просто можем назвать имя, но я думаю, что все-таки прежде, чем называть имя, лучше согласовывать с человеком. Ну, в избежании там, сами понимаете, определенные нюансы. Да, тут два человека действительно объединили наши посылочки. То есть двое астанинцев для двух карагандинцев прислали кучку замечательных монет, которые карагандинцы не смогли купить в карагандинском филиале Национального банка, потому что великие маркетологи Национального банка решили, что караганде не надо присылать много монет. Хотя караганда всегда бьет рекорды по скупке всех коллекционных монет. Можете проверить, я не вру. Я никогда вообще не вру. Я же не политик, вру только политике. Так вот, в Астане и Алматеях было много, но коллекционерские связи делают свое дело. И вот, я получил две пяти вунцовочки, а Игорь Павлович получил четыре двух вунцовочки. Меняться между ними, между собой мы не будем. Хотя очень хочется, конечно, себе одного вот за посылочку одного волчоночка взять. Ну ладно, я честный человек, я этого делать не буду. Всем удачи! Впереди еще одна посылочка, распаковочка. И вот эти два замечательные, офигенные альбомы, наполненные замечательными казахстанскими монетами. Всем пока!